Итак, уважаемые дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. И первым представляю бойца в синем углу. Ему 30 лет, рост 170 сантиметров, вешает дитя от 1,7 килограмма. Его стиль ММА, профессиональный рекорд бойца. 27 боев, 14 побед при 13 поражениях. Представляющий город Краснодар, Россия. Фотон Евгений Пондарев! А вот его соперник боец в красном углу. Бойцу 24 года, рост 175 сантиметров, вешает 61,4 килограмма. Его стиль вольная борьба, его профессиональный рекорд. 13 боев, 8 побед при 5 поражениях. Представляющий город Грозный, Чеченская республика, Россия Асва! Ахмата! Рефери поединка Ашота Шуген. Легчайшая весовая категория, дивизион до 61 килограмма. Евгений Бондарев против Асвада Ахматова. Конечно, Евгений Бондарев и старше на 6 лет, и опыта у него куда больше. Готов? Готов первый раунд. Это совершенно не обязательно повлияет на эффективность конкретного поединка. Первый удар ногой от Евгения Бондарева. Тут же еще одна атака. Сразу отмечаем правостороннюю стойку левшего Бондарева. В принципе, обычно делают, ну не то чтобы замечания, но рефери стараются обращать внимание на вот эти вот пальцы, вытянутые вперед. Многие спортсмены так делают. Это делается для того, чтобы накрывать джеб и сбивать его как бы немножко вниз или в сторону. Но часто это приводит к побочному эффекту, попадают в глаз. Да, к сожалению, очень плохое явление в мире смешных единоборств. И уже разрабатывали специальные перчатки, которые не позволяют полностью раскрывать ладонь. Но эти перчатки не прижились, пока не прижились. По понятным причинам, потому что да, это хорошо для ударов, но плохо для борьбы. Для борьбы они становятся неудобными. В сближении хорошая атака была у Ахматова. Да, и интересно, что Бондарев пока не идет прям так откровенно вперед, хотя это человек, который умеет завершать бои досрочно. Еще один сайд-кик, обрабатывает левое бедро сопернику. И здесь хороший стремительный атак от Бондарева слева. Кручает к корпусу Ахматов. Да, хорошие скоростные атаки, несмотря на то, что достаточно взрослым спортсменом является Евгений Бондарев. Показывает, по крайней мере, здесь, в этом первом раунде, очень высокую скорость. Такие рефлексы, они не всем даны. Иногда по перемещениям и вообще по движению. Чем-то напоминает Павла Витрука, Евгений Бондарев. Да, возможно, соглашусь. Еще один удар и промахивается Ахматов. Обратите внимание, что мы сейчас слышим то, о чем говорит рефери Ашатушу Гам. И давайте-ка еще раз с полным нату основанием похвалим Лигу ИСЕЙ и конкретно ИСЕЙ Янг Иглз. Здесь фантастическая оснащенность техникой. Заход в борьбу, тем временем, вот Азлода Ахматова. Забирает он спину надолго ли. Подрабатывает ногу под себя. Ну, Ахматов мастер побед решениями, поэтому что-что контролировать-то он умеет. Еще раз отметим. Все победы у него решения. Абсолютно все. То есть 8, а это немало. Это если в трех поединках был бы не показатель, то в 8 скорее всего все-таки некоторым образом его отражает. Ну и немножко о технической составляющей, пока спортсмен дает нам вот такую возможность обсудить. Специальные ловушки и звукоулавливатели стоят у нас вокруг клетки. Специальные чипы находятся внутри клетки под канвасом. Короче говоря, настоящая фантастика. Если вы смотрите это вместе с нами сначала, да или даже просто с этого поединка, наверняка уже обратили внимание на то, какой замечательный звук. И это именно особенность лиги. То есть я даже в американских лигах, ну честно говоря, я в UFC таких не помню. Мы с вами уже об этом обсуждали. Там другие приборы и там опять же улавливающие пушки свисают с рампы, которая находится наверху. Да, но здесь в данном случае, конечно, фантастический результат мы слышим по звуку. Техническая составляющая в UFC Young Eagles просто фантастическая. И переход на удушающий прием. Неплохая атака от Ахматова в другую сторону. Перчатки! Нельзя хватать перчатки. Защищается здесь Евгений Бондарев чуть больше минуты. Перчатки нельзя, но в общем-то это очень тонкая грань. Где ты держишь руку, а где ты держишь перчатку, не всегда понятно. Для этого есть рефери. Рефери очень опытные. А что-то Шугян уже не первый десяток лет в этом деле. И сам выступал, дрался. В общем-то вписал свое имя в историю единоборств уже навсегда давным-давно. Ну, вообще семейство Шугяна, потому что есть еще и Андроника. Шугян человек, который сейчас считает очки. Здесь выбирается Бондарев. То есть, возможно, тот человек, который и создал смешанные единоборства, по крайней мере, здесь, на юге России. Это отдельная большая история. Есть замечательный документальный фильм на эту тему. И там Андронику посвящено очень много страниц. И вполне заслуженно. И, в принципе, президент лиги Алексей Яценко тоже один из тех, кто стоял у самых основ. И люди, создавшие конкретно Young Eagles, это те люди, без которых невозможно было бы все на столь высоком уровне, какой есть сейчас. Руслан Хамзаев, человек, который здесь, безусловно, ну, наверное, создает тот стержень, которым лига Young Eagles может похвастаться. Это сегодня действительно лучшая селекционная лига мира. У нас заканчивается тем временем первый раунд. И раз уж мы действительно столько раз упомянули эти звуковые ловушки, давайте расскажем и про человека, который эти ловушки придумал. Это Андреев Астунов. Большому спасибо за эту придумку. Это наш звукорежиссер. Так что, действительно, эта находка стопроцентная. Главное, чтобы лишние словечки ненормативного характера не попадали в эфир. Да, а это уже не только от нас зависит, появлением таких ловушек. Ну и в целом, конечно, свет, звук, это фантастическая команда. Дорогие друзья, спасибо вам большое за вашу работу. Уже больше 10 лет в эфире каждый из нас, и работать конкретно с вами всегда большое наслаждение. Ну, от наших внутряков обратно к турниру. Конечно, фантастические впечатления дарит нам сегодняшний турнир. В нем было уже все, и при том, что главный кард тока начался, мы ожидаем еще большего. Итак, в данную секунду мы ожидаем второй раунд поединки Бондарева и Ахматова. Да, были довольно опасные моменты в первом раунде. Возможно, Ахматов несколько выиграл первый раунд. То есть остался верен себе и забрал судейские записки в раунд в свою пользу. Ну, доподлинно мы этого ждать, конечно же, не можем. Ну, кстати, да, потому что были хорошие акцентированные попадания. Заход борьбы здесь не получился у Ахматова, и буквально гонят вперед секунданты Евгения. Ну, и уже довольно скользкие, конечно, бойцы, не так просто проводить борцовские действия. Но на выходе опасно было. Ну что ж, опять выставляет опасно руки вперед Евгений Бондарев. Второй заход в партер уже получился гораздо лучше у Ахматова. Ну, пока не было попаданий в глаз, поэтому, в принципе, так формально это все пока в рамках правил. Да, опасно, но в рамках правил. Ну, у нас, в принципе, спорт опасный. Удастся ли улучшить позицию Асваду Ахматову? Будет искать, конечно же, точку опоры Евгений Бондарев. Почти получилось. Еще одна попытка, но там контроль просто машиноподобный от Ахматова. Кладывает корпус. Да, наверное, рисковать, разворачиваться спиной. Это был бы сейчас один из таких возможных выходов. Но мы помним, как неплохо уселся за этой спиной Ахматов в конце прошлого раунда. Он умеет оттуда бороться, работать. А время уходит. Вот сейчас будет попытка, скорее всего, подняться у Евгения Бондарева. Да, пытается пробить руку снизу, не получается. Снова обе руки снизу именно у Ахматова. Хороший удар коленом. И что-что контролировать он умеет. Три минуты остается. Здесь спину забрать не получилось у Ахматова. Ну и, в принципе, видно, что он готов довольствоваться малым. Мал заводник, да дорог, как говорится. Ну что, он побеждает. Он вытягивает силы своего оппонента. Делает его все менее и менее опасным. В принципе, он по-хорошему-то, по учебнику прав. Это не сказать, что всегда сильно приветствуется в профессиональном спорте. Но Лига Эссея Янг Игл все-таки, наверное, отличается от многих других тем, что она в первую очередь спортивная луна. И здесь действительно побеждает сильнейший. В данном случае сильнейший пока в этих полутора раундах тот, кто делает акцент на позицию. То есть это у нас именно Асвад Ахматовский. С другой стороны, наверняка многие из вас могут парировать это высказывание. Ну а как же зрелищность? С другой стороны, спортсмены не обещали, что они гарантированно будут рисковать. Есть жесткий выверенный геймплан. И если он заключается в такой борьбе, то ничего с этим не поделаешь. Интересно ответил Валентин Мадавский в одном интервью, когда его упрекали в дне зрелищности. Он сказал просто, ну дерусь же я, не вы. Я же получаю в голову это все. Ну и, собственно, мы ему благодарны за то, что так или иначе он стал путька и временным, но чемпионом Белатра в свое время. Вот. И тем самым принес очередной и очень значимый титул, копилку всей нашей страны. Это дорогого стоит. И здесь Евгений Бодряв сумел все-таки подняться на ноги, но надолго ли? Ну, смотрите, возможно, он готовит здесь гильотину. Все-таки он так плотно лег на своего оппонента. Гильотина через руку – это не самая рабочая история. Прихватил через пак. И накатил корпусом. Еще одна попытка. Под себя будет убирать. Голову уже просто спрятал Ахматов как мог. Был такой легендарный борец Асламбек Куштов. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Он вот в этом положении шикарно бросал через себя. Ну, в данном случае для такого броска, конечно, нужно развернуться. Во-первых. А во-вторых, очень хорошо уметь его делать. И все это сделать в динамике, быстро и стремительно. С активно работающим оппонентом. Но потенциально, да, тоже вариант. Очень мощная спина у Евгения Бондарева. Мне кажется, он вполне себе на это способен. А в этот гильотина, видимо, будет? Нет, вы видите, он как бы отгружает голову вниз, тем самым отключая спину оппонента. Видите, у нас мышцы шеи очень тесно связаны с мышцами спины. Я отключаю мышцы шеи, мы отключаем всю спину. Ну, то есть риск снимаем для себя. Да, он заблокировал сейчас действие Ахматова, но выйти пока не удается. И вот такие лодки разрешены. Очень жесткие. Затылок бить нельзя. Бить-то да. То есть можно все, кроме положения, как оно, 12-6. Пока еще нельзя. Кстати, на эту тему тоже идут активные разговоры, в первую очередь в США. Ну да, действительно, не очень понятно, чем так сильно опаснее удар от 12-6, от любого другого удара в локе. Загадка. И тоже есть такой интересный момент. Затылок с точки зрения медицины и затылок с точки зрения боев смешанного стиля. С точки зрения медицины это... Практически все, что за ухом. Да. А с точки зрения ММА это очень маленький подвижут. Короткая такая полоска, да. Вы очень точно подняли эту тему очень правильно, потому что здесь... Вот как определишь, ударил человек по затылку или промахнулся боковой? Всегда тонкая грань, а часто это решает судьбу целых поединков, если не целиком спортсменов. Да, потому что там локти, рассечение, ну и все, что потом этому способствует. Да, хорошее попадание по затылку, кровь из носа, потеря ориентации и мало другого приятно. Ну давайте насладимся лучшими моментами и перейдем в следующий раунд. Левый прямой от Евгения Бондарева на старте третьего раунда. Тут же по корпусу готов рисковать Бондарев. Ну а собственно куда уже деваться, действительно пора рисковать. Интересно, он раскидывает дальнюю руку по двум этажам. То есть это логично, когда ты работаешь против борца, человек, который идет. Вот нелогично идти на него вот так вот с шагом, потому что под удары намного легче заходить в проходы. И этот тейкдаун здесь не получается, но сохраняется давление от Асвада. Официально, конечно, Ахматов хорошо готов. Ой, как интересно. Такой удар рукой по ноге. И вот такой перевод записывает себе в актив Ахматов. И опять локти. Мне показалось, что по плечу. По ключи к себе бить можно, по плечу можно. По затылку и по звоночному столбу нельзя. Еще раз отметим. Да. Ну вот, в общем, такие тонкости. В любом случае, кстати, это вообще большой прогресс мячных хитинобор, что локтями в принципе бить можно. Потому что долгое время это было запрещенным действием. Разные есть единоборства. Не раз уже приводил пример. Например, простите за тавтологию. Берманский бокс, где после нокаута можно продолжать встречу. Я, честно говоря, не представляю, как люди выступают больше одного турнира в бирманском боксе. Больше одного боя. Как они переживают дольше одного турнира, я не знаю. Ну, это аналог китайского бокса, только в тонких перчатках и с возможностью, во-первых, ударов головой, а во-вторых, как вы сказали, да, там действительно возвращают из нокаута. Ну, уронили тебя в нокаут, ну, бывает. Вот тебе три минуты на восстановление, иди делись. Мне кажется, все-таки местами это античеловечно. Простите меня, поклоняйте переноску бокса. Полоску разделяю вашу точку зрения. Да, ну, в данном случае, конечно, такого мы с вами здесь не видим. Здесь довольно вязкая борьба. Асват Ахмадов надежен, как ни то другой. Реализует свой план на бой, который, очевидно, теперь уже заключается в позиционном доминировании. Есть такой, ну, неприятный для многих термин одеяло. Я стараюсь его не использовать, потому что здесь, ну, наверное, уместнее слово контролер. Контролер он действительно хороший. Перевел, контролирует, и ничего ты с этим не сделаешь. Ну, опять же, одеяли тоже можно по-разному. Ну, вспоминается такой замечательный борец Бен Аскрин, который был чемпионом БеллатР, чемпионом OneFC. И вообще, по-моему, ничего не делал, кроме переводов. Но он делал это настолько ярко, что люди, которые посвящены борцовскую действию, хотели просто писать с него учебники. И именно поэтому многие были очень рады, когда Хорхемес, видали, совершил то, что он совершил в самом начале. То есть, как каутировал быстро и красиво. Да, это был такой ответ за весь путь Нагрин. За все обиды всех боксеров в смешанных единоборствах. Возвращаемся к поединку Бондарева и Ахматова. Здесь Асват продолжает делать свою минуту 44 еще до конца этой встречи. И все это плавно так движется к счету 30-27. Да, ну, то есть, если вы впервые смотрите турнир по смешанным единоборствам, имеется в виду, что выиграл каждый раунд Асват Ахматов, по крайней мере, сейчас. С небольшим преимуществом, но выиграл. По крайней мере, сейчас складывается такое ощущение. Это совершенно не умаляет заслуги Евгения Бондарева, который отличный боец, он умеет завершать бои досрочно, выигрывает часто, многое. Вообще идет на победной серии из трех поединков. Но при этом ключи к этому поединку подобрал именно Асват Ахматов. По крайней мере, сейчас полностью складывается такая картинка. Так, стартовала уже последняя минута. Увидим ли мы еще один перевод. Берет замок Асват, чуть на себя. Довольно много чеченских болельщиков поддерживают своего спортсмена. И не совсем сейчас понятно, они скандируют Асват или Ахмат. Да, да. Ну, в принципе, все подходит. Все подходит. В любом случае, понятно, кому они выражают поддержку. В данном случае они точно не кричат Евгений. Да, за которого переживает другая часть публики. С другой стороны, давайте посмотрим. Вот казалось, что интрига вернулась сейчас в поединок, потому что был прихват шеи. Но нет, не было там попытки удушающего. Очень хорошо контролирует и отключает шею спину оппонента Асват Ахматов. Да, вот здесь просто не дал работать Асват Евгению на протяжении практически всего поединка. Время! Да, да, да. Отличный боец Евгений Бондарев, но при этом выиграл именно Асват Ахматов. Я думаю, тут дух мне не быть, наверное, не может. Ну что ж, и пока мой дорогой коллега Алексей Володин идет брать интервью победителя. Пока собираются судейские записки, в которых, наверное, все-таки интриги большой не будет. Отметим, что оба бойца, которые сейчас выступали, бойцы очень высокого уровня. И наверняка каждый из них еще отметится чем-то значимым в мире смешанных единоборств. Ну, какие-то вопросы задают репери поединка угловые Адама Асвата Ахматова. Скорее всего, это связано с разбирательством вопроса с ударом по затылку. По затылку тренер же Евгения Бондарева уже активно обсуждает со своим бойцом, как правильно отбрасывать ноги. Опять же, Евгению только уважение, так же, как и Асваду. Отличные спортсмены, но победитель будет только один. Единогласным решением судей победу одержал боец в красном углу клетки Асвад Ахматов. И аплодисменты его сопернику Евгению Бондареву. Асвад, далеко не уходи, пару слов. Асвад, девятая победа в карьере. Все очень мощно. Борьба, естественно, на уровне, но по-прежнему ты не выиграешь досрочно. Какие у тебя мысли по этому поводу? Ассаламу алейкум, Ростов. Всем, братьям, спасибо огромное. Ну, знаешь, я всегда дрался с лучшими. И поэтому все раунды я уиграю. Кого ты хочешь поблагодарить? Ну, я поблагодарю свой тренерский состав и моим братьям, спарринг-партнерам. Всем, кто болел за меня, здесь мои братья пришли. Аллаху айкбар. Я эту победу посвящаю своему силу, тёце Юрту. Аллаху айкбар. Есть ли имя соперника, которого ты хотел бы увидеть напротив себя в клетке? Я здесь дрался с теми, с лучшими. Думаю, я уже могу перейти в основную лигу. Думаю, я заслужил. Я дрался с лучшими здесь. Я с мешками дрался. Дамы и господа, Аслат Ахматов.